Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, о главе Корах. Корах такой классный персонаж, он выступает против Муше, говорит, кто вы такие вообще, мы все святы, мы все перед Богом ходим, где-то был он прав. Муше просто весь выходит из себя, психует, ему нужно победить в этом споре, доказать свою правоту. И он выбирает самый лучший выбор, победить в этом споре. Он говорит, пусть пасть земли раскроется и поглотит всех неверных. Она так и раскрывается, всех поглощает. На самом деле заключается в другом, что спор на этом не закончится. На следующий день приходит весь еврейский народ и говорит, как вам не стыдно, вы уничтожили. Божьих рабов, которые были хорошими людьми, мы все любили. Муше вообще не знает, что ему с этим делать. Другими словами, никакие чудеса в доказательстве споров не работают. Это не единственный прецедент. Похоже, прецедент уже описывается в пророках, когда пророк Илья стоит там на дуэли с жрецами Бааля. И чудеса, огонь спускается, принимает его жертву. Все просто... Вы думаете, на этом закончится? Нет. Всех пророков начинает преследовать. Ему самому приходится убегать и так далее. Так что получается? Чудеса не помогают в том, что выиграет спор. Это недостаточный аргумент. Как Муше справляется с этим дальше, он наконец-то понимает, что спор это не против него. Они выступают не против него, его просто заживодевают за живое. И он говорит, хорошо, разбирайтесь с Аароном. И Аарон, это спор с Богом, Бог сам разберется. И он отходит в сторону другими, другими словами, перестает воспринимать эти наезды лично. Я вам приведу личный пример, который у меня был. Если вы смотрите это видео, вы знаете, что у меня мой канал, на котором бесконечное количество каких-то моих видов выступлений. Еще не так давно, не так долго, много времени назад, когда мне писали какие-нибудь там гадости в комментариях. А таких было полно о том, что посмотри, еще и шляпу надел, или что он болтает, лучше пусть в армию идет служить. Или он только молится, лучше бы пахать на нем надо. Я пытался объяснить, что какая шляпа. И что кто вам сказал, что я не служу в армии, по телевизору рассказали, или что я каждое утро встаю рано утром на работу, не помогало. Любые попытки что-либо доказать вызывали новый шквал оскорблений на личном уровне, на самом низком уровне. Тогда я понял, нужно делать как Мушарабейну, просто не воспринимать. Это лично. И я после этого начал просто отвечать на все эти комментарии, спасибо, шаббат, шалом. И оно сработало. Все тролли, хейтеры, они куда-то исчезли. Можете проведать это в предыдущих видео. Дамы и господа, те, кто нас будет любить, будут всегда. Те, которые нас будут не любить, будут всегда. Те, которые захотят сказать нам гадости, будут всегда. Мы не можем никого ни в чем переубедить. Хейтеры и тролли будут всегда. Просто не воспринимайте это лично, а просто спасибо. Шаббат, шалом.